Золотой шлягер в Могилёве Виктор Салтыков готовится выпустить новый альбом. Там он пристанет переслушателями в совершенно ином образе. В этих песнях не будет истории «ты и я потерял, полюбил, рука в руке». Такого не будет. Там будет какая-то некая философия отношений, допустим, между мужчиной и женщиной. Или просто твоё отношение к жизни вообще. То есть вообще в той же невесомости есть какие-то строки там. Там в припеве, допустим, я невесомости, я невесом. Я в невесомости, я вижу сон. Там поэтичная музыка, там достаточно есть что послушать. Виктор Салтыков уверен, именно шлягеры ещё долго будут интересны публике. Видите, какой интерес сегодня опять к тому, что было тогда. Сейчас все пытаются вернуться к ретро. Потому что было утеряно за эти годы, я считаю, очень много того, что было накоплено за те. Нельзя было этого делать. Просто не надо было всё ломать. По мнению артиста, беда сегодняшнего зрителя в его непритязательности. Понимаете, сегодня люди живут клипово, я так считаю. Вот я смотрю на молодёжь и вижу, как они живут. У них нет времени. Мы раньше в наши годы что делали? Раньше выпускаешь альбом, выпускаешь пластинку. Или ждёшь выхода пластинки какого-то ансамбля. Одна песня прозвучала, и ты ждёшь полностью альбом. Всё не по-другому, всё не клиповое мировоззрение. Всё не быстро, всё на ходу, всё в миксе в каком-то. Музыка разная, многообразная достаточно. И поэтому детального изучения исполнителя очень редко бывает. Другое совершенно поколение, совершенно люди слушают другое. Они питаются тем, чем их кормят. Самостоятельно люди не хотят слушать ничего. Виктор Салтыков считает, именно индивидуальность артиста всегда будет цеплять публику. Есть исполнитель Адели, да, Адели, да, вот, ну, английская, да. Вот если брать её, и брать другой шоу-бизнес английский, да, все такие чопорные, там, все гламурные, все разрисованные, Леди Гага вся такая, ну, эпатажная, да. А если брать её творчество, она, извини за выражение, всех сделала аккуратненько, да, несмотря на весь этот гламур, на все эти подачи, на все эти вклады, она спокойно, искренне это сделала. У нас просто шоу-бизнес, он какой-то весь искалеченный и какой-то неправильный. Очень мало продюсеров правильных, мало людей, которые заинтересованы. У нас, как правило, ждут, что кто-то появится, и на ком-то можно будет, извините за выражение, нарубить капусты, понимаете. У нас нет хорошей школы продюсерской, у нас нет вообще менеджмента как такового музыкального. У нас людей, которые болеют за музыку, минимально. Уже за кулисами Виктор Салтыков признался, фестиваль ему по душе. Хорошая атмосфера, хорошее настроение, что-то родное так видит концертами тех времен Советского Союза. Душа поет, никакого напряга, все здорово. Мнение артистов и подробности за кулисной жизни фестиваля смотрите каждый будний день на утреннем канале. Просыпайтесь вместе с нами, чтобы узнать все самое интересное о фестивальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин